здравствуйте друзья я рад вас приветствовать опять в своем столярном цеху отпуск мой закончился все хорошее когда-то рано или поздно заканчивается только столярка вечно круто высказался что я сегодня хочу показать я хочу показать вам как можно с помощью призера делать прямой шип то есть это далеко не единственный метод который можно эту операцию произвести но это это способ я покажу это очень точно очень быстро и не требует никаких особых таких прямо очень приспособл значит я сделал такую каретку как ее делал я показывать не буду потому что она абсолютно элементарная она имеет вот это вот расстояние точно как ширина моего стола призерного но тут есть один нюанс вот здесь так что было хорошо видно стоит значит шип будет у нас шириной 6 миллиметров у меня специальный такой вот флажок я сделал из ясеня который равен именно 6 миллиметров вот прокризированный пас который я презеровал расстояние отнято 6 миллиметров и вот такой вот кондуктор такой вот флажочек тоже 6 миллиметров как она работает давайте поставим на станок и посмотрим на что следует обратить внимание чтобы так изначально чтобы ваш стол имел параллельные вот эти вот стороны это обязательно условия ну и чтобы после установки вашей каретки у вас не было вот этого вот люфта чтобы он ходил довольно плавно но в то же время чтобы не шутался вот в эти плоскостях потому что иначе точно всего не добьетесь перед тем как кстати перед тем как я это затеял я тянул филенки и соответственно у меня вот тут радиус стал равны призер под филенку такая такое большое отверстие минина стала заготовка проваливаться и это и не безопасно скажем так я вытащил такой такой вот бублик но все бублик называется правильно тор ну в общем у меня он бублик который становится вот сюда вот и у меня получается маленькое отверстие четко там под призу средненького такого все вот ищет моя приза которая равна 6 миллиметрам заходит вот сюда вот подныряет прямо планку прикрученную дсп такая синевая планочка вот в общем то и вся приспособа вся каретка значит возьмем заготовочку заготовочка надо резать такую как вы задумали сделать допустим там шкатулку любую либо будь что-либо другое давайте сейчас вырежем заготовочку и начнем призеровать шупер заготовки режу под упор получается точнее всего размеры у меня произвольные так что я просто хочу показать маневр как она делается со режем у меня есть две короткие две длинные значит короткие это будут щупы но так обычно принято что там где ручина туда куда забивается шип она делается длинная такое правило мы начнем шипов начинается по-разному значит первое те которые щупы я ставлю на начало профрезерованного паза и делаю фрезеровки профрезеров Та часть, которая проушена, я ставлю ее сразу под упор, под свой плажок. И делаю те же самые манипуляции. И делаю те же самые манипуляции. Ту сторону, которую вы определили, которая будет вовнутрь, возьмите и сразу пошлифуйте. Не повторяйте моих ошибок. Бывает даже пробная коробочка, которую делаете. Как-то так мне отнеслись, мне пошлифовали, собрали, а она получилась шикарная. И потом внутри, когда она уже собрана на клею, она уже не разборная и внутри вышлифовать очень тяжело. Так что на чеке пожарные надо шлифануть. Но если это уже прямо идет как заказ, или вы там делаете целенаправленно что-то, то само собой разумеется. Надо пошлифовать перед сборкой. Приступим к сборке. Шип очень плотный. Даже, пожалуй, плотнее, чем должен быть. Но это меня не пугает. Меньше потом шпаклевать будет. Там вообще шпаклевать ничего не надо будет. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, я вижу, что оно собирается. Собирается плотно, крепко. Сейчас я намажу клеем, соберу, зажму в ваймах, аккуратненько подожму и дам высохнуть. Когда шип такой плотный, достаточно просто поджать ваймы, чтобы он как бы посадил на свое место. И на этом все. И как бы меньше молотком бьете, я ставлю вайму за шип, потому что он может у меня упереться в торец этой заготовки и ничего не будет происходить. А таким образом он давит именно туда, куда мне надо. Кстати, когда, я забыл сказать, когда готовите приспособу эту шипу, вылет призы вверх должен четко равняться толщине вашей заготовки. И может быть там на полмиллиметра выше, чтобы у вас как бы шипы вот так зашли. Чуть-чуть. Сейчас она имеет вид такой непрезентабельный за счет того, что клейка выступала какая-то разноцветная, но поверьте мне, когда она будет готова, она будет намного симпатичнее, чем сейчас. Вообще ваймах собирать очень удобно. Во-первых, не так страшно это выглядит, когда молотком со всей дури бьешь. Ну и по идее это чересчур сильно. Вот, слышали? Класс сел на свое место. Достаточно вполне, чтобы она была чуть послаживая. Класс сел на свое место. Проверим угольничком, что у нас получается. Ну, замечательно получается. Все, пускай сотнет. Спирит. Спирит. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok